ТЕСТУР В связи с поступившей информацией о том, каким образом были приобретены билеты в Австралию для министра культуры Латвии Жаната Янзума Грэнде и ее супруга Андеса Грэндеса, портал ПЕТЭК КОМ обратился в полицию с требованием завести по этому делу уголовное дело. В интервью Радио Болтком представитель ПЕТЭК КОМ, журналист Латта Лавса рассказал, почему решил обратиться в полицию. Мы все поняли, что ответственности реальной за это никакой нет. Народные слуга по определению хочет ехать и будет ехать. И с этим ничего не поделаешь. Он может придать этому процессу больше или менее какое-то приличие или видимость приличия, но по сути ничего не меняется. Написал заявление государственной полиции, чтобы провелась проверка, сколько же билетов было куплено на государственные деньги. И если окажется, что как-то тихо реально были оформлены два билета, это уже серьезно. На подозрения журналистов натолкнула сумма, якобы уплаченная Янзума Грэнде за билет – 2205 латов. Как выяснилось в среднем, билет в этом направлении можно купить примерно вдвое дешевле. Напомним, командировка министра длилась с Рождества до 5 января. Командировочные расходы составили 3900 латов. А главной целью являлось сохранение латышкости и сохранение национальной идентичности за пределами страны. За пользование каналов общественных СМИ, телевидения и радио каждый житель страны будет платить по 3 лата в месяц. Общие расходы на создание нового общественного СМИ на базе ЛТВ и латвийского радио составят 42 миллиона латов. 47% от необходимых на реорганизацию средств общественное СМИ сможет покрыть из собственных средств. Остальную часть составят средства Евросоюза и госбюджета. В свою очередь, медиаэксперт профессор Сергей Круг в интервью радио «Болтком» отметил, что он с сомнением оценивает перспективы нового СМИ. Новая концепция никоим образом не предусматривает универсального участия жителей Латвии в публичной сфере, потому что этническим меньшинствам там уделена третья роль, что является нарушением принципов общественного вещания, потому что общественное вещание – это публичная сфера, которая отделена от государства. Эта концепция предусматривает средства массовой информации как инструмент государства. В связи с этим у профессора возникает вопрос. Почему я должен платить какую-то пошлину, если эта концепция не предусматривает универсального права участия в публичной дискуссии? Добавим, на создание нового общественного средства массовой информации Латвии потребуется пять лет. Около двух тысяч работников департаментов, исполнительных дирекций, Центральной администрации и агентств Рижской Думы в конце года получили премии на общую сумму 320 тысяч латов. Размер одноразовой премии колебался от 100 до 140 латов после уплаты налогов. Председатель Рижской Думы Нил Ушаков тут же отметил, что денежные премии сотрудникам столичного самоуправления – это расходы, которых не нужно стыдиться. То хорошее, что удалось сделать Рижской Думе, сделали именно они, сказал мэр. В свою очередь, вице-мэр Андрей Саммерикс в интервью Радио Болтком отметил, что материальное поощрение выделено тем специалистам, которых назвали руководителем муниципальных учреждений, где эти люди работают. 20 января в 15.00 на Думской площади состоится митинг в поддержку традиционных семейных ценностей. Об этом интервью Микс ТВ сообщила глава Ассоциации «Семья» Илона Брэмза. По ее словам, в наши дни семья начинает терять свой смысл в обществе, а ведь это основа каждого государства. Мы призываем и ждем людей, чтобы они поддержали нас 20 января. Мы разные общественные организации, которые борются за ценность семьи, за традициональные ценности, за национальные ценности. Мы будем говорить и о семье, и о том, чтобы сплотить народ, чтобы мы все-таки могли состояться как государство, как общество. Брэмза выразила надежду, что власти услышат их призыв поддерживать традиционные семейные ценности. В Латвии начал работать портал, с помощью которого можно найти потерявшихся питомцев или найти хозяев, нашедшимся собакам и кошкам. Как рассказала в интервью программе «Разворот» на радиостанции «Болтком» член правления общества по защите животных Улу Белла Илза Джонсона, проект «Дзивня Куполыцы.лв» сейчас находится в начальной стадии, однако уже достаточно успешно функционирует. Мы претендовали на средства Евросоюза, их в конце концов и получили. С этим можно на самом деле поздравить. Да, действительно, мы очень мало в этом верили, но, конечно, надежда покидает последнее. И сразу хочу сказать большое спасибо фонду Мартын Шефрейманса, кто нам помог с частным финансированием, чтобы этот проект осуществить. Значит, проект мы должны завершить в мае месяца этого года. И что это значит? Значит, это значит, что будет создан, и уже в начальной стадии он всем, кто интересуется охране животных, доступен. Это новый портал «Дзивня Куполыцы.лв». Он в начальной стадии такого смысла, что каждый, кому есть нужда, может поставить в портале объявление о своем пропавшем животном. Или найденном. Или найденном. И что немаловажно, что это совершенно... Джонсона также призвала людей, которые заводят домашних животных, быть более ответственными и обязательно чипировать своих собак. Так как синоптики прогнозируют в ночь на четверг метель, а после шести часов утра снегопады будут особенно сильным, водители завтра смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Об этом в социальной сети Facebook написал мэр Риги Нилушаков. Столичное самоуправление призывает водителей максимально использовать эту возможность, чтобы облегчить расчистку улиц и движения на дорогах. С собой надо иметь техпаспорт на машину. После перерыва в несколько лет в Латвийском музее природы открылась выставка «Голубинная симфония». Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 23 января, рижане и гости столицы смогут увидеть спортивных и декоративных голубей коллекции заводчика Геннадия Гончарова. В мире в целом существует более 800 видов голубей. Некоторые из них обитают и у нас. В Латвии есть четыре национальных порода голубей. Всех их можно посмотреть и сравнить на выставке. Кроме того, будут представлены более 40 различных спортивных и декоративных пород голубей. Посетители смогут сфотографироваться с одним из выставочных экземпляров птиц. 10 января в 19.00 и 20.00 всемирно известный клоун Слава Полунина и дирижер Гедон Кремер представят спектакль «Сноу-шоу симфони». На пресс-конференции в преддверии спектакля оба артиста с удовольствием рассказали о родившемся год назад совместном проекте, когда фирменное снежное шоу Полунина слилось с классической музыкой в исполнении камерного оркестра Гедона Кремера. Полунин ответил на вопросы, правда ли, что к его спектаклю может присоединиться любой желающий, и поделился некоторыми своими личными правилами. Я не интересуюсь все, что в жизни происходит неправильного, нехорошего, ненужного и так далее. Я закрыл за этим дверь. У меня дома нельзя говорить о плохом. Никто никогда не расскажет никаких новостей. У меня нет телевидения, у меня нет газет. Я не интересуюсь всем, что в жизни происходит не так, как надо. Я мечтаю, чтобы ко мне приходили только счастливые люди, только радостные люди. Я их коллекционирую. В спектакле зрители увидят скрипки, смычки, пепитры, ноты. И рядом красные носы, огромные телефоны и трехметровые шары, которыми играют зрители. И все это в одном спектакле, на одной сцене. Классическая музыка и клоунада встретятся здесь, как белый и рыжий клоун в традиционной репризе. Белый, красивый и величественный, рыжий, смешной и неуклюжий. Но в отличие от традиционных перепалок белого и рыжего, в этом спектакле они находят общее пространство. Пространство поэзии и искренности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова